Здесь все начинается по-настоящему. Я хочу поприветствовать людей на этом курсе и также приветствую людей на первой серии лекций, которая расскажет о мозге и неврологии. Я хочу начать эту серию лекций с сам курса истории о человеке по имени Финьяс Гейдж и событии, которые произошло с ним летом 1848 года в Каменди, штат Вермонт. Так, Гейдж был бригадиром взрывников на строительстве железной дороги. Его работа заключалась в том, чтобы расчищать камни для прокладки дороги. Для него было обычно рутинно тогда, когда он сверлил в отверстия в камнях. В отверстия он вставлял взрывной порошок и фитиль, просыпал его песком и землей, используя лом, принесенный с собой. Большой кусок стал выглядеть как копье и использовался для утрамбовки земли и песка, чтобы установить и зажечь фитиль и произвести взрыв. Однажды что-то пошло не так. Никто точно не знает, возможно, он просто забыл засыпать землей песком. Но когда он поставил лом в отверстие, произошел взрыв. Железный лом вылетел из его руки и влетел ему в лицо. Он вошел в левую сторону челюсти Гейджа, и вверху он пришел за левым глазом через левую сторону мозга и вышел в верхнюю часть черепа и чудесным образом приземлился в нескольких футах от него. Чудесным образом Гейдж не умер на месте. Он ненадолго потерял сознание, но потом он встал на ноги, и в некотором отношении Гейдж был очень удачлив. Он пережил ряд операций, у него была инфекция, и он болел. Временами его жизнь находилась под угрозой. Но через несколько месяцев он был в определенной степени здоров. Он мог видеть, он не оглох, он не был парализован, он не потерял способность говорить, понимать язык, он не потерял умственный потенциал. Но в другом смысле Гейджу не повезло, потому что Гейдж очень изменился после инцидента. Кто-то, кто знал Гейдж, описывал изменения так. До инцидента Гейдж был, цитирую, самым энергичным, эффективным, способным человеком. Человеком умеренных привычек, энергичного характера и проницательным бизнесменом. После инцидента Гейдж больше не был самим собой. Он стал проливистым, непочтительным, предаваясь время от времени грубейшие ненормативные лексики. Проявлял мало уважения к своим товарищам. В итоге он потерял работу. Он путешествовал по штатам, берясь за различную работу, вступая в различные связи. И в конечном итоге он оказался в передвижном цирке, держа в руках железный лом. Он рассказывал людям об этой страшной истории и о том, как он прошел через его голову, через его мозг и изменил его жизнь. Итак, зачем я рассказал вам эту историю? Ну, как я уже сказал, я хочу начать курс, рассказывая о мозге. И история Финиас Гейджа показывает, что у нас есть веские основания верить, что именно мозг является источником нашей ментальной жизни. Итак, повреждение мозга может сказать сильное влияние и воздействие на то, кем или чем мы являемся. Эта идея хорошо обобщена Нобелевским лауреатом, биологом Фрэнсисом Криком. Он назвал ее удивительной гипотезой. Так он писал, что удивительная гипотеза в том, что ваши радости и печали, ваши воспоминания и амбиции, ваше чувство личности и свобода воли на самом деле не более, чем поведение огромного скопления нервных клеток и связанных с ними молекул. Эти нервные клетки, конечно же, мозг. Мозг и часть спинного мозга. Но здесь мы будем говорить именно о мозге. Идея в том, как иногда люди говорят, разум и есть мозг. Или разум это то, что делает мозг. Или разум рождается в мозге. Официальный термин этого материализм. Мы материальные существа. Все принимают, что наши руки и ноги, и наше сердце, и почки сделаны из того же, что и кролики, и автомобили, и чашки. Но идея в том, что наша умственная жизнь, то, что делает нас особенными, наши самые интимные чувства и мысли также возникают на этих материальных основаниях и вещах. И это идея, которая делает возможным дисциплины неврологии и психологии.